Животноводство – одна из самых сложных отраслей сельского хозяйства. В особенности, если речь идет о выращивании крупнорогатого скота. Размещение животных, корма, реализация молока и многое другое требуют постоянного внимания людей, которые решили заниматься этим интересным делом. В Славянском районе содержится почти 4000 голов коров. Самыми крупными молочными фермами можно назвать общество с ограниченной ответственностью при воле и закрытое акционерное общество «Приазовская». С 2011 года к этому списку присоединилось крестьянско-фермерское хозяйство Николая Хачатурова, в гостях у которого побывала наша съемочная группа. Своих товаропроизводителей нужно знать в лицо. Знакомьтесь, это ферма настоящих продуктов. Молочную продукцию под таким названием выпускает сельскохозяйственно-производственный кооператив, работающий на территории станицы Анастасиевской. Его основа – молочное стадо на 110 коров, галштина фриской – самая молочная из известных пород. Руководит фермой глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Хачатуров. Реалии аграрного сектора экономики таковы, что без поддержки фермерам, да и крупным представителям сложно добиться серьёзных и стабильных результатов. Поэтому людей сельского труда финансово поддерживают на правительственном уровне. Одной из мер господдержки успешно воспользовалось и хозяйство Хачатурова. По федеральной программе «Семейная животноводческая ферма» им удалось получить крупный грант, который в значительной степени помог модернизировать ферму. Прочитали в печати, в интернете. Управление сельского хозяйства нас оповестило о том, что проводится такое мероприятие, как участие в получении гранта. Мы сели, посчитали и решили поучаствовать. Мы участвовали, победили. Вот вы находитесь как раз на территории реконструированного корпуса, где мы заменили кровлю, где мы заменили пол, где, видите, заменили хедлоги поставили, дельтаскреперное удаление навоза, коров закупили. Вот таким образом. На 60% возместилось затрат на приобретение каждого, что здесь находится. Крыши, коровы – это всё, участие государства на 60%. 40% – это были собственные и заёмные средства. Добиться рентабельности в молочном животноводстве можно в том случае, если предприятие имеет полный цикл производства. Потому одним из главных звеньев кооператива является свой цех переработки, который расположен по соседству. Как утверждает управляющий производством Сергей Дегальцев, этот цех видит только натуральное молоко, доставленное прямо с фермы. Небольшому хозяйству тяжело конкурировать с крупными молзаводами, которые часто лукавят, заявляя о натуральности своего товара. Чтобы сравняться с ними по цене, анастасиевским молочникам приходится идти на удешевление упаковки. Молоко разливается в полиэтиленовые пакеты или стеклянные бутылки. Тетропак не используют из-за отсутствия в нём необходимости, так как пастеризованное натуральное молоко при всех условиях содержания имеет очень короткий срок годности. Качество товара фермы подтверждено на ежегодной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», где КФХ «Хачатуров» было награждено серебряной медалью за второе место. Найти их продукцию можно в Славянском районе, в крупных магазинах Краснодара, Новороссийска, Анапы и Сочи. Глядя в бездонные глаза этих счастливых коров, понимаешь, они знают, как дать лучшее молоко. А для того, чтобы его вкус смог почувствовать каждый потребитель, в кооперативе работают под простым, но таким правильным девизом. «Природа создаёт, мы не мешаем». Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова